Покоренное сердце. Второе послание Коринфянам. Вторая глава с 12 по 17 стих. Придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Размышления, часть 1. Беспокойное сердце Павла. 2-е послание Коринфянам, 2-я глава, с 12 по 13 стих. Служение – непростая вещь и для пастора, и для служителей. Бывает, то возможностей масса. Выглядят они замечательно, но совесть неспокойна. Между разумом и сердцем нет согласия. Павлу это было знакомо. Он послал Тита в Коринф, договоривший встретиться с ним в Трааде, но не обнаружил там последнего. Это настолько встревожило сердце Павла, что он отклонил все возможности для служения, которые не упустил бы при других обстоятельствах. Павел, прислушавшись своему сердцу, не побоялся отказаться от некоторых возможностей. Не стоит этого бояться и нам. В некоторых случаях мудро будет сказать чему-то «нет», чтобы разобраться с тем, что происходит в сердце. То, что вам выпала какая-то удачная возможность, еще не значит, что надо сразу же за нее хвататься. Мудро будет испытать разум и сердце перед тем, как взяться за служение. Молитесь о мудрости в таких ситуациях. Размышления. Часть 2. Неожиданное торжество. Второе послание Коринфянам. Вторая глава. С 14 по 17 стих. Стих 14. Это, пожалуй, один из тех стихов в Новом Завете, которые часто понимают неправильно. Из него нередко заключают, что Иисус ведет нас, своих воинов, к триумфу в распространении Евангелия. Но более правильным будет видеть здесь самих себя не армией Христа, а скорее пленниками, захваченными Христом и спасенными в Его Царстве. Мир, который наблюдает за нашим шествием, чувствует запах спасения, и чья-то реакция на него неверие, запах смерти, а чья-то вера, благоухание жизни. Стих 15-16. Плененные Христом, мы выведены из царства греха и смерти и приняты под Его великодушное покровительство. И Христос ведет нас, свои трофеи, к своему торжеству. Как такое понимание торжества меняет ваш взгляд на этот стих и взаимоотношения со Христом? Что для Церкви и для вас лично означает быть плененными Христом и следовать за Ним в Его триумфальном победном шествии? Молитва. Господь Иисус, пожалуйста, помоги мне почитать за честь то, что Ты завоевал и пленил меня, положив за меня свою жизнь. Научи меня смиренно следовать за Тобою, чтобы быть благоуханием, приятным для Тебя и пленительным для мира. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok